Улдис Мэйкис 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 стерите все мои данные из ваших базы данных, они должны этого сделать. Конечно, то есть это новое регулирование, в принципе, ориентировано на то, что у меня есть право знать, какие данные используются, для каких целей. И также, если я меняю, например, оператора одного с другого на другого, то есть у меня есть право допросить, чтобы данные от одного оператора были перенесены на другого оператора и должны быть стерты. Ну, насколько это вообще выполняется? Ведь нам постоянно, наверное, каждому из нас время от времени приходится принимать звонки от мобильных операторов, в том числе и не от тех, к которым ты в настоящий момент подключен. Вот насколько это законно? И можно ли действительно обратиться к фирме и попросить не беспокоить? Сегодня, я думаю, что можно наверняка обратиться, но новая эта директива, то есть общее регулирование Европейского союза о защите данных в силу вступает с следующего года, 25 мая. И Министерство юстиции уже конкретно сказало, что Госинспекция по защите данных будет строго над этим соблюдать. То есть они планируют дополнительно давать ресурсы, денежные и разные другие ресурсы, чтобы для выполнения этого. А как это будет мониториться? То есть непосредственно сам человек, который испытывает на себе вот нарушение своих личных данных, должен обратиться с жалобой? Или это будет каким-то образом автоматически отслеживаться, даже если претензий, так скажем, человек не будет никаких предъявлять? Ну, там еще в данный момент происходит подготовление нормативных актов со стороны Министерства юстиции для инспекции, как и каким образом. Но ясно то, что в тот момент, когда я как физическая персона буду обращаться и захочу, например, допросить, чтобы информация была стерта, если это не происходит, то ясно, что эта информация будет передана инспекцией. То есть я имею также право, как физическая персона, идти в суд и допросить, 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 ну, взыскать, да? Взыскать, да. Ну, мы же знаем, как долго у нас рассматриваются дела в суде, и, наверное, по более даже серьезным вопросам не каждый человек решает обращаться в суд, чтобы решить свою проблему. А уж что касается телефонных звонков, например, на Зойлевых, тут ведь наверняка не будут люди настолько активно обращаться в суд. Ну, просто получается, что на практике, возможно, все останется так, как оно есть? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Ну, это есть главный смысл нового регламента, чтобы внедрить в жизни реально, то есть соблюдение этого мотива. И к тому же, как вы уже слышали, возможно, упомянуты, что объемы административных штрафов очень большие, то есть до 27 миллионов, это очень серьезная сумма, или до 4% от общего оборота корпорации или компании Worldwide. То есть, причем, что больше, или 20 миллионов, или 4%. То есть, инспекция, если мы говорим о латвийской власти, то инспекция, я не могу дать конкретные ответы, каким образом они и как это будут делать, но, как я упомянул, Министерство юстиции будет соблюдать тоже за этим, чтобы инспекция выполняла свою работу. То есть, административные штрафы, как таковы, я ожидаю, что первые, которые об этом очень нервничают, это банки, финансовые учреждения, insurance companies и тому подобное. Но личные данные нарушают не только такие крупные учреждения, как банки, мобильные операторы, но и более мелкие компании. И вот вы называете такие огромнейшие суммы штрафов. Ведь мне кажется, что какую-нибудь маленькую пиар-компанию, которая докучает своей рассылкой, это может просто разорить, потому что сумма штрафа может просто превышать годовой оборот. Ну, в том, смотря если на другую информацию, мы должны иметь, ну, на ситуацию как таковую, смотря, то есть, высшие технологии очень быстро развиваются, и нас всех очень пугает, и по всякому другому негативно мешают нам нормально жить из-за отсечки информации. Но это должно быть прекращено. И, ну, также, как вы упоминали, это пиар-агентура или компания, они, ну, должны понять, то есть, если они используют ваши данные, то они должны, во-первых, себе ответить, для каких целей, должны ответить вопрос, как они их используют, как они их сохраняют, и как, ну, где они хранят их. И на эти вопросы они должны дать ответы любому, любой физической персоне, также доказывать госинспекции, что каким образом они, как они обрабатывают данные, да. Какие личные данные являются секретными? Ваше имя, фамилия, ваш физический, физиологический, духовный, культурный, национальный, IP-адрес ваш, то есть, это все, это персональный... Персональный код? Персональный код, конечно. Кто имеет право запрашивать персональный код? На сегодняшний день, ну, фактически, это, ну, учреждения, которые должны, ну, которые обязаны или которые вынуждены, ну, салейзинят ваши данные... Сравнить. Сравнить, ну, ваши данные. Ну, наверное, медицинские учреждения. Конечно, это, кстати, тоже очень-очень чувствительный вопрос, где учреждение данных может тоже теоретически происходить. Потому это регулирование относится как для юридических, то есть, госреждений, так и для предпринимателей и НГО, то есть, не государственные учреждения, да. Нередко заполняя всяческие анкеты, например, в магазинах, ну, для того, чтобы стать, там, получить какую-то карточку клиента или еще что-то, существует тоже такая же графа. Персональный код, номер мобильного телефона. Вот насколько это законно спрашивать у клиента такую информацию? И можно ли в этих графах ставить прочерк, говорить, что это мои личные данные, и я не собираюсь их распространять? У вас есть право допросить информацию, опять же, для каких целей, каким образом она будет сохранена, как она будет обработана. И, ну, то есть, просто говоря, для каких целей эта информация собирается. На сегодняшний день я предполагаю, что, то есть, эта информация уже сегодня в силе, то есть, можно допрашивать такую информацию, но административный штраф на сегодняшний день не могут превысить 14 тысяч евро. То есть, ну, это общий максимальный объем. И, конечно, ну, я думаю, что государство сейчас больше работает на том, и готовится на это новое регулирование, то есть, и, ну, подготавливается к новому регулированию, как соблюдать, как контролировать, как внедрять и так далее. То есть, ну, я бы сказал бы так, до... Это моя такая спекуляция, да, что каким... Можно сказать, что Grace Period до следующего года мая. Но в то же время любая персона физическая может допрашивать эту информацию уже сегодня. А у меня вот такой вопрос. Откуда вообще у разного рода компаний, например, каких-нибудь тех же пиар-агентств, информация обо мне, если я никогда не контактировала с этой компанией? То есть, насколько правдивы разговоры о том, что существует действительно какой-то черный рынок, где информация, большие базы данных людей со всякой информацией о них личного характера просто перепродается и перепокупается? Знаете, я слышал о таком, но, скажу честно, я с этим не сталкивался, и мне очень трудно комментировать, где они эту информацию находят. Возможно, это каким-то образом в интернете, потому что интернет, мир очень, скажем так, ну, не всегда все, скажем так, скрыто. Ну, то есть, видимо, и не зря очень много сайбер-атакс, кибер-атакс, кибер-атакс, а так и в интернете. Но вот вы, как руководитель компании, например, вот у вас работает сотрудник, который имеет доступ к какой-то базе данных клиентов, например. И вдруг этого человека увольняют или он сам уходит? Вот вообще, какова вероятность, что человек, уходя вместе с собой, может забрать базу данных клиентов со всей вытекающей информацией и потом ее в каких-то целях далее использовать, продавать или самому, не знаю, вечерами звонить? Да, ну, возможно, да, конкретный персон, если он не женат, может быть, он может присматривать молодые девушки, да, извините. Нет, это шутка, конечно. Есть персональный код, дата рождения? Нет, ну, во-первых, если говорить конкретно о нашей компании, то, во-первых, я как руководитель компании должен быть убежденным, что с конкретной датой работы только человек, например, оператор, который контактирует с клиентами, ему нужна конкретная информация. То есть только этот оператор в конкретное время имеет право к доступу информации. Конечно, не исключено то, что в тот момент, когда человек меняет работу, он что-то может взять с собой. Другими словами, я должен сказать, более резво, то есть своровать информацию. И это уже, ну, мы переходим к другому уровню решений проблем. То есть моя, как учреждение, главная задача, то есть понимать, кто из команды работает с какими данными, как оно хранится, как усуществляется, то есть доступ информации, как можно убедиться, кто, когда, то есть, ну, лог-файлы, кто, когда, какими датами имел доступ. Но если я могу доказать, что в рамках, в рамках этого общего лигрения, то есть предприниматель сделал со своей стороны все, что он может сделать, и получается доказать, что человек сворвал дату, ну, физически, это другой вопрос уже, это, Кирилл, вопрос уже не административного. Уголовного характера? Уголовного характера, конечно. Хотелось бы снова вернуться к назойливым звонкам. Можно ли как-то сейчас уже себя оградить от назойливых звонков, или это будет возможно только через год? Хороший вопрос. Ну, я думаю, что на сегодняшний день уже возможно, то есть, ну, допрашивая информацию, то есть, звонителя или того, кто получил эту информацию, ну, то есть, тот, который звонит, допросить информацию того, кто звонит, и информировать госучреждение об этом и просить их реакцию на это. Да, спасибо вам большое за это интервью. Нашим телезрителям, напомним, сегодня мы говорили о защите личных данных и о том, как они будут соблюдаться, когда вступит в силу регула новая о защите личных данных. Это случится через год. В теме нам помогал разобраться руководитель предприятия Data.com Улдас Семейкис.